Рекогносцировка перед весенним разливом как театр военных действий. Преимущество пока за суши, но вода уже ведет наступление по всем фронтам. До массированной атаки на поселения Заокска и Коростова примерно неделя. По уровню визуально еще метра два, но солнце сейчас играет против. За техническое оснащение. Плавающий гусеничный транспортер – реальная помощь местным жителям после прихода большой воды. С абсолютно понятным функционалом. В период половодия данное техническое средство используется для перевозки людей, а в случае необходимости для доставки их к катеру. Грузоподъемность на воде 10 тонн, при перевозках по суше 5. Вблизи амфибия – настоящий гигант. Впрочем, в этих местах тяжелая техника не в диковинку. На защиту сельских рубежей ПТСМ выходит уже третий год. И здесь уже знают, как его использовать для нужд сельчан. Мы ее называем танк в простонародье, потому что, правда, техника очень хорошая. Если мы вспомним 2013 год, что вот где сейчас я нахожусь, здесь была вода. И вода была, уровень воды был где-то высотой 2-2,5 метра. Эта техника, она будет предназначена, если за хлебом ехать, потому что под шумушью там будут, в шумушь будут приезжать машины именно с продовольствием. Ну и они будут, вот этот вот ПТС будет доставлять продукты сюда. К месту временной дислокации амфибия двинулась своим ходом. Площадкой для нее станет огород одного из местных жителей. С хлебом и продуктами в Заокском пока порядок, а время гусеничного транспортера еще придет совсем скоро, судя по сводкам метеорологов. Максим Васильев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».